Здравствуйте! Это информационная программа «Северный город». С вами Мария Курчатова. О главных событиях этой среды смотрите в выпуске. На что могут рассчитывать погорельцы, жившие во внеплановых строениях? Горожане требуют порядка в своем дворе. Кто стал обладателем премии мэра Усилинска за вклад в развитие культуры? Сегодня в России отмечается День радио. Вечером 5 мая в поселке Бадарма загорелись надворные постройки на одном из частных участков. К прибытию пожарных полностью были охвачены огнем баня, стайка и сарай, расположенные под одной крышей. Пламя вплотную приблизилось к гаражу и дому. Полчаса огнеборцы бились со стихией. Жилое строение и гаражный бокс удалось отстоять. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 16 пожаров, сообщает Главное управление МЧС по Приангарию. Как мы уже сообщали, на днях в микрорайоне Высотной сгорело 7 домов и 11 надворных построек. По этому поводу состоялась встреча погорельцев с представителями администрации города. Продолжит Наталья Иванишна. Сход жителей Высотки, пострадавших от пожара, прошел под открытым небом на территории детского сада. Несмотря на непогоду, погорельцы собрались, чтобы задать свои наболевшие вопросы. Практически все пострадавшие от огненной стихии проживали в домах внеплановой постройки. Поэтому на особую помощь от местных властей им рассчитывать не приходится. Если бы были к собственности дома, то материальная помощь была бы оказана до 100 тысяч рублей. А так как эти дома не узаконены, люди прописаны в других жилых помещениях, то мы можем в соответствии с законом ограничиться только материальной помощью 5 тысяч. Но и эту материальную помощь погорельцы смогут получить в том случае, если доход семьи ниже прожиточного минимума. Вот что рассказал об истории возникновения внепланового строительства жилых домов главный архитектор города Александр Леухин. Основная масса объектов на территории Высотки, она возникла, да, как объекты жилья, но без соответствующих разрешений, без соответствующих выделений земельных участков. Все закрывались глаза руководителей города, строителей, которые занимались строительством гидроэлектростанции и иных объектов на территории города. Просто в силу того, что да, жилья не хватает, необходимость, более того, у кого-то появлялась возможность такого строительства, желание жить на земле и так далее. Значит, у погорельцев нет шансов на восстановление своих домов, вот они говорили, можно ли мы опять начнем в стройках? На законных основаниях боюсь, что нет, только в судебном порядке. То есть другого я как бы просто не вижу выхода. Как рассказали очевидцы пожара, собрушившейся огненной стихией бороться было очень сложно. Двое пожарных получили ожоги. Причина возгорания до сих пор выясняется. В момент прибытия к месту вызова первого пожарного подразделения огнем было охвачено уже три дома и пять надворных построек. А с учетом особенностей рельефной местности, представляющей собой склон, при общей динамике развившегося пожара к тому времени, огонь быстро распространялся на другие близ расположенные дома надворной постройки. При этом одним из основных условий распространения огня явилась плотная застройка, что в своей сущности и привело к наступившим последствиям. На истекший период времени установлено, что очаг возгорания в своем расположении находился со стороны одного из заброшенных участков, на котором изначально происходило выгорание сухой прошлогодней травы, непосредственно по которой и произошло распространение огня в сторону эксплуатируемых объектов. В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возникновения, а также сумма материального ущерба, нанесенного пожаром. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Возможно, не случилось бы такой беды, если бы сами жители понимали, насколько важна противопожарная профилактика. Вот по соседству этот пожар был, и машина пожарная не смогла проехать из-за того, что загорожен, захламлен пожарный проезд. Загораживается все это беспланово жителями самими. Вот купили они участок и переносят забор куда хотят. Администрация за этим не следит. Факт остается фактом. Люди лишились крова и нажитого имущества. На первых порах посильную помощь обещает оказать служба социальной защиты. Через центр социальной помощи мы, может быть, если телевизор видите, идет бегущая строка, мы бросили очередной клич, мы часто так делаем. Собираем вещи, БУ от населения, у кого есть там кровати, шифонер, может быть, кто-то новый диван там приобретает и так далее. То есть это будет все предложено. Но для этого надо жителям, кто пострадал, обратиться в центр социальной помощи «Дружба народов-56» и написать, в чем вы нуждаетесь. Наталья Иванишина, Александр Килин, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Поводом для небольшого журналистского расследования стали несколько звонков от жителей дома номер 35 по проспекту «Дружба народов». Их тревожит беспорядок, который появился возле дома после земляных работ. Скрытый тротуар, грязь и слякоть не устраивают жители многоэтажки, поэтому они решили призвать к ответу виновника. Кто он, выясняла Анна Парфейн. Вблизи дома номер 35 по проспекту «Дружба народов» есть продуктовый магазин. Казалось бы, радоваться жильцам рядом стоящих домов. А они недовольны. Дело в том, что недавно собственник магазина решил его благоустроить. Откуда до этого момента поступала вода и куда сливались стоки – тема отдельная. Недавно индивидуальный предприниматель провел к магазину трубы. Естественно, земляной покров был вскрыт. Пострадал и тротуар. Когда прилегающая к магазину территория будет приведена в порядок и кто за это отвечает, мы решили выяснить. Несколько телефонных звонков различной инстанции привели нас к собственнику магазина, который в настоящее время сдает его в аренду, но благоустройством занимался сам лично. От этого Александр Юрьевич Стрищев не отказывается, как и от того, что несет ответственность за приведение в порядок прилегающий к магазину территории. В телефонном разговоре Александр Юрьевич пояснил, что в настоящее время на объекте работает техника и за несколько дней порядок будет наведен. Что касается тротуара, за то время, пока он был разрушен, кто-то успел поживиться тяжеловесными плитами. Несколько штук исчезли бесследно. Предпринимателю придется раскошелиться на их приобретение. Вообще Александр Юрьевич возмущен жалобой жильцов. По его словам, повод для паники не обоснован. Ремонт не затянулся дольше установленных сроков. Все восстановится в соответствии с графиком и погодными условиями. Более того, предприниматель привез для жильцов близлежащих домов по их просьбе землю для посадки цветов во дворе. Остается надеяться, что в ближайшее время собственник магазина приведет в порядок прилегающую к нему территорию. И это произойдет не из-за вмешательства журналистов и жалобы жителей, а ввиду порядочности бизнесмена. Анна Парфений, Анастасия Устюжина, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Для ветеранов Великой Отечественной войны городов и районов Иркутской области прошел торжественный прием губернатора, посвященный 69-й годовщине Победы. Как сообщает Пресс-служба областного правительства, в Иркутск из 39 муниципалитетов региона на праздничный прием приехали более 100 фронтовиков. С праздником героев поздравили губернатор Иркутской области Сергей Рощенко и председатель законодательного собрания Людмила Берлина. За воинскую трудовую доблесть, проявленную в годы Великой Отечественной войны, ветеранам вручили почетные грамоты губернатора и законодательного собрания региона. Это информационная программа «Северный город». Возвращаемся к темам. 30 апреля в картиногалерее состоялось торжественное вручение премии мэра Устилимска за вклад в развитие культуры. В этом году были номинированы 4 лауреата. Далее в нашем сюжете. Мероприятие открыла начальник управления культуры Ирина Литунова. Она поблагодарила всех неравнодушных людей, которые вносят вклад в культурное наследие города. В этом году были отмечены 4 мецената Устилимска. Среди них предприниматель Ирина Павленко. Она регулярно помогает в организации и проведении выставок областного значения. Активно принимает участие в благотворительных акциях. В этом году Ирина Михайловна оказала помощь картинной галереи в обновлении стеллажей для хранения фондовых произведений. Я очень благодарна сегодняшнему дню за то, что получила премию, премию мэра города за вклад в искусство. Все, что я сделала, сделано было от души. Ну и в будущем, и в настоящем будем помогать культуре, развивать культуру. Я со своей стороны обещаю, значит, что мы будем хорошими спонсорами, достойными. Директор Устилимской ГЭС Сергей Кузнецов также оказался неравнодушен к искусству. Он активно содействует формированию технического оснащения Краеведческого музея. При непосредственном участии Сергея Владимировича были проведены встречи с ветеранами «Братс ГЭС-3», общественной организацией военно-морского флота и другие. Именно в год культуры он передал в дар Центральной библиотечной системе 150 экземпляров поэмы «Братская ГЭС». Очень приятно получать из рук мэра такую награду. Очень приятно, что все-таки Устилимская ГЭС вкладывает какие-то, пусть небольшие, но все-таки средства в развитии культуры города. Очень приятно, что это все оценено, я считаю, по достоинству. На этом действительно не хотелось бы останавливаться. По мере сил, по мере возможностей мы всегда будем оказывать посильную помощь управлению культурой, городу, нашим уважаемым коллегам. В 2013 году в нашем городе был выпущен диск «Устилим, ты мой дом». В создании музыкального альбома приняли участие два талантливых человека. Татьяна Софиулина, заслуженный работник культуры Российской Федерации, и Павел Чемыхов, известный городской фотограф. Объектив его фотокамеры запечатлел всю историю Устилимска. Свою безграничную любовь к родному городу и его людям они смогли выразить в двух музыкальных фильмах – на стихи и музыку талантливых устилимцев. В этот праздничный день для лауреатов премии и гостей звучали музыкальные подарки в исполнении Юрия Бабошко, Светланы Богомоловой, Максима Софиулина и Стаса Балахчи. Мэр города Владимир Ташкинов вручил дипломы и поблагодарил за проделанную работу. Эти люди не просто меценаты, которые помогают у нас в городе очень много. Эти люди болеют душой, болеют культурой. И они непосредственно каждый день знают, что в городе происходит, когда мы к ним не обратились. Но в основном они сами предлагают свои услуги. И это говорит о том, что опять заслужили для них, чтобы столько-то награды. Владимир Сергеевич подчеркнул важность традиции меценатства. Ведь благодаря таким людям растет и приумножается культурно-историческое наследие нашего любимого города. Анна Ефремова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». 6 мая в Краевическом музее состоялась традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, посвященная Дню Победы. Уже в 20-й раз накануне главного российского праздника ветераны собираются в стенах музея, чтобы поделиться воспоминаниями, почтить память ушедших и, самое главное, для того, чтобы молодежь могла выразить им свое признание за сегодняшний мирный день. По традиции сотрудники Краевического музея приготовили для ветеранов слайд-фильм, учащийся школу номер 13, музыкальные номера. Со словами приветствия к виновникам торжества обратились руководители предприятий, общественных организаций, представители администрации города. Ветеранам войны вручили знаки общественного признания в честь 40-летия Устилимска. 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник. Этот день со временем стал профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почты и связи. День рождения радио отметили и в Устилимской телерадиокомпании. Наш корреспондент побывала в радиорубке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В Устилимске 5 часов, у микрофона и на протяжении часа с вами Анастасия Устюжина. Приглашаю вас составить мне компанию и поделиться настроением со всем городом. Их не видно, но слышно. Вместе с диджеями Устилимской телерадиокомпании, Евгением Егоровым, Анастасией Устюжиной и Еленой Лемендуевой, ежедневно тысячи устилимцев путешествуют по просторам радиоэфира. Слушатели узнают актуальные новости, полезные советы и прогноз погоды. И все это в сопровождении любимых композиций. Каждый найдет себе волну по душе. Будь то ретро-ФМ, радио-дача, хит-ФМ или дорожное радио. По будням у любого из вас есть шанс побыть рулевым эфира. С пяти до шести на радио-даче всех приветствует программа по заявкам «Удачный час». С семи до восьми на ретро-ФМ развлекательная феличита. Устилимцы передают приветы и поздравления, а щедрые ведущие не скупятся на подарки. На огонек иногда заглядывают и именитые гости. Но нужно же романтику как-то воспитывать, чтобы было читабельно. Она и была, наравне с предельцами были чудные люди, которые помогали. Тысячи горожан выбирают радио. В пути или на работе. Для занятий спортом или отдыха на даче. Слушатели города Устилимска поздравляют всех работников радио с профессиональным праздником. Пусть продолжают в том же духе работать. И пусть будет еще больше слушателей. Сегодня день радио. И я хочу поздравить всех радиоведущих с этим праздником. Пожелать им здоровья, успехов, творчества и благополучия. Счастья вам. Я желаю всем сотрудникам наших радиоредакций прежде всего творческих успехов. Чтобы их голоса звучали чисто, красиво. Чтобы их передачи нравились людям. А еще желаю, чтобы у них была достойная зарплата по нашим временам. И чтобы у них было настоящее техническое оборудование. А устилимсам я желаю, чтобы у нас всегда было что послушать по радио. Чтобы были замечательные песни, замечательные концерты. И самое главное, чтобы были свои устилимские родные голоса. Я всех коллег поздравляю с праздником. Желаю творческого подъема, гладких эфиров. Чтобы любовь в вашей жизни стала настоящим хитом. Ну и, конечно же, успехов в работе и труде. У вас есть уникальная возможность быть в курсе самых свежих новостей города и района. Чтобы смотреть программу «Северный город» в любое удобное для вас время, достаточно зайти на сайт uitrk.ru и вы окажетесь в центре событий устилимска. На этом «Северный город» прощается с вами до завтра. Будем следить за происходящим вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова